В принципе, раздумывать-то и времени не было. Там надо было действовать. На живописном берегу реки Упы в Тульском Мяснова Денис Ананьев вспоминает события 20 апреля этого года. В тот день он приехал сюда на рыбалку. Начинался сезон ловли головля. Закинул лодочки, но тишину нарушил крик о помощи. Просмотревшись, увидел то, что в реке девушка. Ну, решил то, что нужно помогать. Разделся, залез в воду. Я подплыл к ней, взял ее под руку, поплыл к берегу. У берега мне парень еще один помог. Собственно, все. Тогда Денис спас девушку-парашютистку. Она неудачно приземлилась на воду. Когда пришла в себя, благодарить за помощь было некого. Спаситель уехал по-английски, не попрощавшись и не назвав своего имени. Чтобы найти героя, объявили клич на одном из интернет-порталов. О том, что Дениса разыскивают, ему рассказала мама. А позже стало известно, что за спасение утопающего на достойной региональной медали чести мужества в колонном зале Дома дворянского собрания награду герой вручил губернатор Алексей Дюмин. Поступок Андрея Волхонского еще один пример для подражания, говорит губернатор Алексей Дюмин. 16 октября кимовский спасатель в свой выходной шел в магазин за хлебом, а попал на пожар. Из задымленной квартиры вынес женщину и троих детей. Самоотверженные поступки этих людей – доказательство того, что в нашей жизни всегда есть место подвига. Главное при любых обстоятельствах оставаться настоящим человеком и не отворачиваться, когда видишь, что кто-то попал в беду. Герои, которые не смогли пройти мимо чужой беды. Учителя и врачи, соцработники, актеры и, конечно, оборонщики. Государственную награду «Орден почета» получил слесарь механо-сборочных работ Тулумашзавода Владимир Соловьев. На предприятии работает уже 27 лет, пришел сразу после армии. За это время освоил выпуск 15 изделий оборонного назначения. Сейчас трудится над изготовлением знаменитого ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С-1». Я стремлюсь к тому, чтобы, как говорится, совершенствоваться. Осваиваем новые изделия военно-промышленного комплекса. Новые чертежи, с чертежами работаем, с новыми. Новые разработки сейчас идут. Во-первых, нужно ознакомиться со всей конструкцией и, как говорится, потом воплотить это все в жизнь. Начальник управления акционерной компании «Тулумашзавод» Михаил Кокаулин отдал предприятию 36 лет. Пришел на завод после окончания института. За вклад в разработку изделия оборонного назначения награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Будем работать, стараться, крепить обороноспособность нашей Родины. То есть это медаль за труд нашей, не только мой, это частичка труда нашей акционерной компании, всех инженеров, рабочих, менеджеров наших. Коржественные моменты для Любови Ершовой, главного конструктора Плавского машиностроительного завода «Плава». На предприятии, которые проектируют и выпускают центробежные сепараторы для 20 отраслей промышленности, она трудится с начала 80-х. Разрешите мне высказать слова благодарности за столь высокую оценку моего труда и труда моих коллег. Эта награда очень большая честь для меня. Я очень люблю свою профессию, люблю свою работу и постараюсь приложить все усилия, чтобы и дальше трудиться на благо Тульского родного края. А всем присутствующим я желаю прежде всего здоровья, успехов, вдохновения, творчества в любом деле и признания. Большое спасибо. От промышленников к учителям и творческой интеллигенции Александр Новгородский, член Всероссийской общественной организации «Союз художников России» получил из рук губернатора медаль «Трудовая доблесть третьей степени». Признаются, такая награда на склоне лет не только радость, но еще и стимул работать дальше на благо России. Просто я расскажу стихотворение. Пойдет. Бродит время, бродят мысли, мылкну дни перепела. Дай нам Бог, чтобы беды обходили наши нивы стороной, чтоб умолкли бомбардиры, а певцы наоборот, чтобы стал понятен миру наш загадочный народ. И когда б меня спросили, ты откуда будешь, князь, я сказал бы, из России, ею истинно гордясь. 29 выдающихся жителей области накануне Дня народного единства получили региональные и государственные награды, представители самых разных профессий. Всех их объединяет одна общая цель – сделать жизнь в родном крае лучше. Екатерина Старцева, Ольга Гаврилова, Алексей Чичвадзе, Первый Тульский.